Добрый день, уважаемые коллеги! С вами сегодня снова Евролибра. И сегодня я хочу вам показать, какие возможности дают некоторые учебники, некоторые пособия издательства Hamilton House для работы в удаленном режиме. Итак, мы сегодня с вами работаем в Zoom. И я демонстрирую вам свой рабочий экран. Мы с вами посмотрим сегодня, как работает учебник для начальной школы Fun with Fizz. Учебник трехуровневый. Fun with Fizz, как и все пособия издательства Hamilton House, обладает очень хорошей особенностью. В комплект УМК входит электронная книга студента и электронная книга учителя. Электронная книга учителя, как вы видите на моем экране, это полномасштабное пособие для работы на интерактивной доске. Ну, естественно, и на компьютере. Поэтому очень хорошо работает именно удаленно. У студента, в отличие от учителя, есть практически все Students Book. Есть постеры, есть reviews, dictionary, writing, есть флеш-карты, игры, вот-соч, видео, песенки. В электронной книге студента нет только, видите, я курсорчиком веду, нет только Activity Book. В пособии для учителя есть и электронная книга студента. Итак, давайте познакомимся немножко поближе. Какие возможности нам дает этот учебник для работы удаленно? Ну, во-первых, мы всегда можем с детьми познакомиться с звучанием, то есть ввести новую лексику. Мы можем показать детям видео для введения материала. Сегодня дети проходят... Сегодня дети проходят в Презент Консиниус. Итак, посмотрели видео. Затем дети могут еще раз повторить и сделать задание по каждому виду работы. Задания все интерактивны. Здесь есть работа и со стикерами, всегда есть какое-то небольшое видео, грамматическое, маленький видеоклип. То есть мы сегодня должны посмотреть утвердительную формулу Презент Консиниус. We are riding a horse. Затем, что у нас здесь есть еще? Здесь есть задание на грамматику, здесь есть задание на аудирование и так далее. Но какие же есть дополнительные возможности? Ну, во-первых, здесь уже есть, поскольку это уровень 2 для третьего класса, мы с вами видим, что мы с вами можем делать и задание writing. То есть мы можем с вами посмотреть, как и прочитать, как пишутся модельки, и дать детям задание, сделать с ними задание вместе интерактивно и дать с ними задание удаленно на выполнение дома, описание своей семьи. Далее. В этом учебнике есть к каждому практически уроку видеоматериалы. То есть мы с вами уже видели это приключение Физа и его друзей. К каждому уроку есть игры. Игры абсолютно разные. Это и, конечно, они в основном лексические. Это и игры типа, ну, типа известная виселица, да? Так, я в данный момент не знаю, что я включила, поэтому я на удар нажимаю буквы. Каждый шаг, каждая неправильная буква топит Физа, поэтому дети очень стараются, как правило, помочь ему, помочь ему сделать все правильно и помочь ему не утонуть. Я не знаю, смогу ли сделать это я. Ну, видимо, не смогу, да? Так, сейчас. Ну, в конечном итоге... Ага, вот, попробуем все-таки спасти физика, да? Телефон и так далее. Игры абсолютно разные в виде кроссвордов, в виде раскрасок, в виде таких, ну, типа судов, да? Ага, вот, scared, и так далее. Звук можно всегда отключать. Далее, здесь есть очень хороший раздел, вот, search, который позволяет не только... A quarter past. Не только узнать по картинке значение слова, но еще и его услышать. И есть распределение лексики, все лексики, которые заложены в этот учебник по букве, можно по уроку, можно по поиску, да? Вот, допустим, по уроку мы можем в третий юнит посмотреть, что у нас было в третьем уроке, как слово cry, к примеру, произносится. Так, что здесь есть еще интересного? Здесь есть флеш-карты. А, флеш-карты. Так, мы хоть посмотрим их все. Count. Cry. Drive. То есть у нас здесь есть флеш-карты, именно глаголы. Если мы с вами вернемся к урокам, то мы посмотрим, видите, вот у нас игра в каждом уроке есть. Практически. То есть они распределены именно таким образом. Весь материал урока мы можем закрепить в рабочей тетради, делайте это, могут делать дома в своих бумажных носителях, а мы с вами можем проверить задание следующим образом, да? Мы можем детям показать вот эту кнопочку, включить. У детей такой кнопочки нет. Show all. И дети проверяют, правильно ли они сделали. И в Zoom это все можно, естественно, и обсудить. А можно даже предложить в Zoom это сделать детям самим, если мы передадим управление экраном. Вот таким образом работает Fun with Fees. И вы знаете, наверное, на сегодняшний день с малышами не так уж много интерактивных учебников, а этот учебник позволяет нам не только работать, но еще и даже тестировать детей. Поэтому мы вам желаем как можно более плодотворной работы и, конечно, желаем, чтобы дети как можно быстрее вернулись вам в класс. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...